Здрасте, здрасте! Какая фраза звучит в рифму «забор покрасьте»? Но у нас не забор, у нас третья серия замечательного, интереснейшего сериала про то, как я перестраиваю пруд. Сегодня обещали теплынь, я такая оделась уже, приготовила, чтобы прям будет 20 градусов, а тут такой дубак, пойду что-нибудь накину. Ну что, подходим ближе к пруду. Вчера мы тут ночью разбирали с Сергеем этот пруд. Вот так всё это выглядит. Сняли мы плёнку. Плёнка оказалась очень тяжёлой. Я думала, я такая деловая колбаса, её сама сниму. Ага, я бы сама её и не сняла. Она какая-то задеревенела. И вот почему этот пруд всё-таки начал пропускать. Плёнка за 16 лет эксплуатации, ещё вот внизу она ничего, а там, где с краю, она просто крошится. То есть 16 лет всё-таки этой плёночке приходит конец. Вот смотрите, вот какая она. Видите, она просто крохкая-крохкая-крохкая. И она ломается. Вот её нажмёшь, и она прям ломается. Вот. Ну что, камешки у меня сегодня отбиты. Плёночка снята. Вот. И что я хочу? Я хочу сегодня немножечко этот пруд увеличить. Поэтому сейчас я возьму лопату и начну потихонечку-потихонечку реконструкцию. Значит, потихонечку хочу увеличить чуть-чуть глубину и чуть-чуть длину этого пруда. Поэтому приступаю к работе. Если присмотреться к бережкам... Так, как-то мне тут поставить. Видите, они тут не очень ровные. Тогда я, когда выкопала, что-то произошло. Может, какое-то обрушение немножко, что-то выперло, наоборот, вот в этом месте. Видите, тут вообще большой какой-то кусок земли. Края неровные. Поэтому вот сейчас вот это всё буду подравнивать. Вот так взяла папа ещё, мой покойный, делал вот такие вот шуфлик по-белорусски это называется. И вот так вот сейчас ровненько все бережка вот эти подравняю. А потом это в том месте, там, где я не буду увеличивать пруду. Видите, вот корешки тоже. Деревья проросли. А вот они, кстати, могут вот эту плёночку и тоже как бы своей силой пробивать. Вот это надо, конечно, убирать. Это скорее вот от той ивы получается. Вот видите, от этой ивы. Либо от хвойного дерева тоже. Вот за это время может и хвойник сюда прирасти. Вот. Сейчас вот так ровняю берега. Вот. А в том месте, так, хорошенько надо будет вот туда ещё подкопаться, залезть. И васякатором вырвать этот кусок корня. А в этом месте, где буду увеличивать, вот, там уже лопатой буду работать. Так. С этой стороны я уже подровняла немножко бока. Ну, вот видно, что они ровненькие. А дальше, видите, верёвочка у меня лежит. Как вы думаете, для чего эта верёвочка? Правильно вы догадались, измерить длину, насколько я могу удлинить, уширить этот пруд. Вот у меня шесть, получается, шесть метров. И я хотела ещё подкопать его в глубину. Поэтому я тут могу продолжить копать в глубину. Вот немножко. И ещё чуть-чуть удлинить. Вот таким образом, а здесь у меня будет шесть с половиной. Вот таким образом легко посчитать, хватит ли вам вашей плёночки. Чтобы не накопать так, чтобы потом плёнка сюда как бы не вместится. То есть пруд будет такой, чтобы плёнка не вместится. Поэтому при помощи верёвочки, вот она огибает наши ступенечки. Конечно, мы сделаем с запасом немножко. Ещё где-то, может, что-то подрежется. Но при помощи верёвочки как раз-то мы можем измерить, как уложатся наши ступенечки здесь, наша плёночка. Вот такой вот способ. Сейчас я с краю собираю камешки, которыми было всё отсыпано. Видите, за такое количество лет... Не всё, пуд был отсыпан, говорю, всё отсыпано. За такое количество лет эти камешки перемешались с летающей почвой, которая всё равно, когда пыль взлетает, и видите, как они выглядят. Но если эти камешки помыть, в принципе, можно это потом ещё использовать отсыпки. Выбрасывать это не хочется. Хотя это нутная работа, но осенью, в принципе, сделать её можно. Весной не до камешков, конечно, летом тоже. Но осенью попробую обмыть со шланга их, перенести их. Есть у нас такое сито. Одно сито положить, обмыть со шланга. И вот их использовать ещё раз. И вот, но и вся. Хорошо. Есть у вас. Есть у нас есть у нас сид mane России. Нет. О Proito. Есть у вас. так потихонечку выбираю грунт вожу такое количество в тачке все-таки у меня спайки много перегружать не надо но с другой стороны небольшая физическая нагрузка дает развитие моим спайками они не такие становятся нежные поэтому нагрузку все-таки организму надо давать и и даже с таким диагнозом маем грунт вот и видите вот целая куча даже уже мы думали что не в землю вошли ничего не не вошли вот эти вот мелкая пакость с такими сильными но я его повредила сильными 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 лапами и тут еще мы у него мандибулы челюсти такие даже кусается сильно вот они перегрызает отгрызает всем растениям корневую и даже могут большом большому кусту когда мне спрашивают что с нашей туей или что с нашим кустом вот это это значит вот эти вот личинки майского жука они поселились в вашем вашем вашей почве и вредители вот такие вредители так быть эти я понимаю что ты хочешь помочь но у тебя три лапы останется и тебе будет очень плохо вот так вот снимаем я отлаживаю потом таня руками это погрузит все ухо тут моя с огородными делами справилась чуть-чуть мне помогла три тачки вывести земли а теперь она идет заниматься ее любимым делом куда ты таня идешь на рыбалку вот это очень правильно каждый из нас должен себе разрешать кусочек счастья я рыбалка так себе меня когда дел нету я тогда там могу просидеть на рыбалке ну а сейчас у меня прям дела делишки вот уже сколько откопано вот я конечно медляк не очень меня позволяет здоровье быстро работать но ничего все равно работа движется вот в этом тоже мое счастье присела на качельку сорвала свои яблочко с яблони в этом году они очень сильно гниют и решила немножко снова поговорить про жизнь сейчас получила открыла комментарии получила комментарии почитала комментарии к предыдущему видео и одна женщина мне написала что зачем вы рассказываете про болячках вот давайте про цветочки и все и больше не про что я давно уже думала про жюри яблоко давно уже думала может быть не вспоминать мне про эти болячки не вспоминать про то что 7 лет назад просто огромнючие проблемы были с моим здоровьем и то что я яблоки вот эти яблоки видите какое-то наслаждение просто съесть яблочко а я их только в этом году смогла съесть то есть прошло 7 лет и только в этом году я смогла первый раз съесть яблоко так не хотелось я могла их только жевать и выплевывать не как организм мой мой израненный кишечник которого осталось совсем чуть-чуть совсем не воспринимал их как пищу и вот думала думала я подождите сейчас мне звоночек ура сын позвонил скорее всего он на подмогу приедет так вот я всю дорогу думала может мне действительно сбегать вот в воспоминании про про вот эти болячки но потом посмотрела статистику посмотрела 5000 человек подписаны на меня потому что и это количество все время растет их становится больше и больше потому что когда-то я им дала надежду рассказав о то как я выкарабкивалась из своей болезни знаете наверное снова я вспоминать это не хочу как я болела я вспоминать это не хочу потому что у организма такая специфика что он у мозга такая специфика что он стирает все плохое из твоей памяти и как там конкретно восстановление что там этот конкретно там я делал когда когда было отчаяние я уже не помню единственное что я как бы сам факт того что что вот я умру и и такого знаете страха даже если если был страх что я умру то я подумала всегда ой я прожила неплохую жизнь и мне обещали что в 25 с ревматоидным артритом своим у меня будет инвалидная коляска я дать до 50 прожила ой спасибо бог тебе большое за то что и сына родила со своими проблемами и дом построила а деревьев насадилась то есть все исполнила поэтому если суждено 50 уходить 50 не тогда еще не было 49 не было но если мне в 49 суждено уходить но я все равно прожила счастливую счастливую жизнь и видите сейчас 7 лет прошло после этого а я еще живу и и не то что живу а я могу работать это вот самое большое наслаждение что не остановилась не зависла не раскисла не ною а могу работать и могу вдохновлять других людей на на жизнь это это очень важно и я решила пускай даже все кому про это и слушать не интересно отпишутся и и все таки наверное целая куча еще каналов там где рассказывать чисто про про цветочки конкретно про цветочки не упоминая больше никаких других ситуаций и на тех каналах им будет комфортно а вот каналов таких там где человек выкарабкался из проблемы и где он живет и немножко наполнять других других людей своей энергией таких каналов очень мало и поэтому я решила что я останусь и может быть не в каждом видео но все равно это видео будет посвящаться тем кто у кого не очень хорошо сейчас со здоровьем для того чтобы крепились и я что хочу показать почему все время эта рука у меня у меня моя левая рука все время вместе со мной эмоционирует потому что именно вот труд именно занятие делом когда ты уходишь в этот в свое интересное дело и вот этими пальчиками начинаешь что-то творить у тебя уходит вот этот депрессняк который у тебя и страх перед болезнью перед перед всем и ты переключаешься ты уходишь от болезни вот при помощи любимого дела вот это я хочу всем передать и сказать что не отчаивайтесь не отчаивайтесь и очень много получила таких теплых интересных комментариев которые вот прочитайте обязательно под видео про пруд и первая часть и вторая часть вот там где люди пишут какие с ними ситуации какие с ними ситуации случились и что они не опустили руки и они имеют надежду а надежду иметь это очень очень важно это очень важно вот и может быть явно надежда тоже вам дам какую-то надежду что все будет хорошо ведь хорошо она во многом даже то что когда смотришь вот я смотрела я вам рассказывала про видео когда я смотрела женщина ребенка чужого забрала ни ручки ни ножки у него не двигались и она поставила его на ноги он сделал свои первые шаги боже вот это же счастье для человека сделать первые шаги в 10 лет счастья а мы этого не замечаем поэтому замечаем любое и то что я сегодня вот копаю лопатой мне не сказать что мне это комфортно и как бы и и и эта работа по моим силам но я взяла специально маленькая ведерко вот я взяла 5 литровая ведерко потому что думаю возьму 10 литровой точно его нагружу и буду тащить а 5 литровой и мне по силам я могу его поднять лишь 5 литровая ведерко я нагружаю землю в тачечку я тоже не больше пяти лопат да я сделаю 100 рейсов но я не перегружу себя поэтому включая мозг потихонечку могу работать и я этому дра радуюсь и если бы 7 лет назад где-то я нашла бы для когда я лежала в постели когда даже врачи ни капли не давали мне гарантии что я просто буду жить потому что ну слишком уж маленький меня кишечник оставили после операции если бы я где-то нашла такое видео что есть возможность не печальтесь не не отчаивайтесь знаете как поэтому я вас тоже окравляю ну и ладно возвращайся к своему пруду пошла работать солнышко у нас солнышко выглянуло ура ура приятно как пришел мой сын на помощь а я помню 16 лет назад этот пруд который вот был я за полдня сама выкопала теперь сама себе удивляюсь ну и силище у меня тогда было вроде я и такая щупала не очень жилистая сколько у меня сил было вот на альпийской горке правда я не возила землю выбрасывала сюда на альпийскую горку гора тут образовалась и потом грунта добавила вот меня альпийская горка здесь стал поэтому сейчас сын немножко поднывает говорит зачем тебе мама у тебя все время какие-то 100 планов впечатление такое что ты потом через лет десять еще побольше тут море захочешь сделать не захочу сынок море но пока еще и силы надо дерзать красиво получается большое озеро ура ура не могу я рада я рада конечно работы работы вагон и маленькая тележка ничего справимся тетя надя справимся 3 4 ну скажи что нибудь я потом скажу женька сдался пошел чай пить потом у него еще какие-то неотложные дела не знаю выйдет через час наверное а я продолжаю работу поставила на уменьшенной как бы на уменьшенной кадры как бы уменьшила этот пруд чтобы захватить полностью по съемке чтобы видно было какая форма его вот такая форма практически осталось вот здесь вот подровнять мне и вот тут еще выбрать вот так вот выбрать еще внизу вот этот песок песок слаживаю сюда поближе он принципе нормальный его можно будет посадить потом на цемент и скреплять вот эти камни поэтому далеко не отвожу но слава богу чтобы хоть сын помог вывозить плодородную землю потому что мы земли тоже потом используем не вывозим я никуда очень хочу чтобы сегодня закончить и уложить пленку это нужно для того чтобы завтра послезавтра нет послезавтра вроде бы как у нас обещает дождь и если дождь ливень пойдет то все края размоет представляете какая будет беда поэтому пленочка должна быть уложена хочу конечно сегодня чтобы это было ну посмотрим как справимся я подойду больше всего тяжело что пошла вреда камней все что я боялась это точно так же мы копали подвал вот этот в доме и вот так вот пошла вреда камней было очень тяжело копать я каждый день приходила для того чтобы в этом дому что подвижение его видите снова невозможно камень камень цепляется и очень тяжело копать так что кому нужны камни обращайтесь все спрашивают где мы камней набрали а вот так у нас на участке начни копать в любом месте у нас всегда будут камни вот двигаться с камнями очень тяжело это просто песок копать это одно а когда с камнями песок ну что мои дорогие вот так на улице пруд не видно но основную работу мы доделали правда правда не положили пленочку но ничего ничего не видно но самое главное мы сделали выкопали то что надо останется завтра только подправить все иду домой серега тоже там еще скребет засыпает траншеи по освещению я рассказывала что мы маме ведем освещение ой отопление от света вот послезавтра уже приедет комиссия принимать это освещение ну все а вы мои дорогие пишите пока пока вообще вы мне молодцы такие душевные рассказы пишите что самой прям что самой прям за душу хватает то есть где-то я вас поддерживаю энергетически где-то вы меня поддерживать ну все пойду танюха моя картошку чистит она на рыбалочку съездила хлопцы не нам не наловили она наловила рыбы представляете вот ее рыбалка душу греет но мне душу греет выполненная работа все пока пока поддержите меня поддержите меня словечками мне это очень надо первое и и и Продолжение следует...